МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. А Скирбех Халтонов назначен новым руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области. В селе Жумускер впервые прошел День села. Концертная программа собрала всю местную публику. Также местная молодежь планирует создать фонд, который в будущем будет помогать решать все проблемы горожан. Страшная находка обнаружена в городе Сатпаев. В минувшие выходные в одном из мусорных контейнеров нашли мертвое тело новорожденного ребенка. Обо всем более подробно. управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области. Им стал Аскербек Халтонов, который до назначения на должность был заместителем Акима Октябрьского района. Аскербек Ибрагимович хорошо знает все проблемы курирующей сферы, отметил Ерлан Кушанов. Прежде чем начать аппаратное совещание, я хотел бы проинформировать вас о кадровых изменениях, произошедших в области. Халтонов Аскербек Ибрагимович назначен руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области. Присаживайтесь, он уроженец Карагандинской области, по квалификации инженер-механик. Трудовую деятельность начал дорожным рабочим Караганда Жолдара. С пятого года на госслужбе работал на различных должностях, от ведущего специалиста до начальника отдела дорожно-транспортной инфраструктуры аппарата Кимовы. На аппаратном совещании в областном Акимате также обсудили вопросы работы общественного транспорта. Еще месяц назад Ерлан Кушанов поручил своим заместителям решить эту проблему. И сегодня Нурланов Бакиров отчитался перед главой региона. Сейчас завершена работа по установке информационных аншлагов со сведениями о графиках движения автобусов в маршрутах на 365 остановочных павильонов ожиданий. Всего сколько? Вот 365. То есть мы работу эту завершили. Здесь при этом проработан вопрос их своевременной замены и актов вандализма, ну и различных других актов полностью будем сразу менять. Также на совещании были обсуждены волнующие темы пассажиров. Это хамство водителей, кондукторов и нехватка автобусов. Чтобы исключить первую проблему, местные власти проводят встречи с руководством автопарков, водителями и кондукторами. И вторая тема – нерегулярное движение автобусов. На линию выходит около 80% автотранспорта, что вызывает возмущение у жителей. Руководители автопарков объясняют это дефицитом водительских кадров. Сегодня в целом в городе это отчество представляет у нас 9 автобусных парков с более 500 автобусами разной вместимости. С учетом расположенности города у нас 62 маршрута, ежедневно осуществляется около 400 тысяч ездок. Соответственно, в ходе организации перевозок возникают множество вопросов по обслуживанию и имеются недостатки. Данные факты выявлены и рабочей группой по обследованию состояния общественного транспорта. Недостатки нами детально проанализированы и оперативно принимаются меры по их устранению. Нурлана Убакиров считает, что систему электронного обелечивания необходимо внедрять, чтобы решить ряд проблем пассажирского транспорта. Ерлан Кушанов поддержал эту идею. По поводу электронного обелечивания и других новаций транспорта я не возражаю. Но обращаю ваше внимание на то, что такие вещи нужно вводить очень аккуратно, с подробной разъяснительной работы. Опыт других городов, отрицательный опыт. Все это надо изучить. И, возможно, начать нужно с тестового режима на отдельных маршрутах. Отметим, что на решение проблем пассажирского транспорта Ерлан Кушанов давал месяц. Теперь глава области определил срок до сентября, чтобы исправить то, что еще не успели. Фариза Албаева, Ажара Ебаева, Жаслан Макулбеков, Никита Миткин, Первый Карагандинский. В мусорном контейнере в одном из микрорайонов города Сатпаев была обнаружена страшная находка тела новорожденного ребенка. В социальных сетях вчера распространилась информация о том, что мать-кукушка оставила в контейнере девочку. Вскоре выяснилось, что тело ребенка было обнаружено в мусорном контейнере по улице Жастар сотрудниками компании, занимающейся вывозом мусора. Они же вызвали полицейских и скорую службу. Однако ребенок на момент обнаружения уже не дышал. Тело мертвого младенца в мусорном баке было завернуто в коробку. В ДВД Карагандинской области сообщили, что начаты поиски матери новорожденного. По данному факту проводится расследование по статье 100 Уголовного кодекса Республики Астан. По предварительному осмотру судебно-медицинского эксперта, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена экспертиза. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства. Ведутся поиски матери новорожденного ребенка. Культурно-этнографический караван «Древний Тарас Астана», состоящий из 20 верблюдов и свыше 40 лошадей, прибыл в Караганду. Участники культурного каравана прошли через весь город, вызывая восторг у горожан. Очевидцы снимали на сотовые телефоны, горячо приветствовав гостей. Для жителей шахтерской столицы караванщики подготовили яркую программу, где можно было подробнее узнать об истории древнего города Тарас и Великом Шелковом пути. Этнографический караван «Древний Тарас Астана» направляется на международную выставку Экспо-2017. Культурный караван состоит из 25 груженных верблюдов, 46 лошадей, 10 грузовых автомашин, трех автобусов с людьми творческих профессий, а также медиками, сотрудниками ГАИ и ЧАЭС. Все около 150 человек. Команда стартовала 20 мая из города Тарас, одного из центров древнего Великого Шелкового пути. Благодаря каравану карагандинская молодежь подробнее узнала о традициях и обычаях казахского народа. Могу отметить, что подготовлено все на высшем уровне. Очень интересную программу продемонстрировали наши гости. Я думаю, что такое мероприятие нужно проводить чаще, ведь так мы прививаем нашему молодому поколению чувство патриотизма. В пути следования каравана запланированы остановки, где устраиваются торжественные встречи с местным населением. Устанавливаются юрты, шатры, алтыбаканы. Караганда стала не исключением для горожан. На импровизированной сцене прошел концерт в поддержку Экспо-2017. Участники команды в специально сшитых красочных национальных костюмах демонстрировали театрализованные представления и проводили спортивные игры. «Мы останавливались во многих городах и везде нас радушно принимают. В конце месяца мы уже планируем быть в Астане, где покажем жителям столицы интереснейшие концерты и театрализованные постановки». Мероприятие проводится в рамках международной специализированной выставки Экспо-2017 и Дней культуры Жамбылской области, которые пройдут в Астане с 26 по 30 июля. В течение пяти дней жители столицы смогут посетить различные выставки, театральные представления и концерты, посвященные Экспо. Астель Сознамбаева, Марат Культенов, Первый Карагандинский. В Караганде новый супермаркет «Реал» уже принял своих первых покупателей. Торговый дом открыли в рамках программы главы государства «Туранжер». Сумма проекта составила 700 миллионов тенге. На открытии присутствовал заместитель Акима Октябрьского района Дарын Бейбутулы. Торжественное открытие супермаркета «Реал» состоялось в минувшую субботу. Гостей встречали веселой шоу-программой. Для взрослых концертные номера, а маленьких карагандинцев развлекали аниматоры. Всех посетителей в честь открытия ждали скидки и различные акции. Например, в супермаркете, купив продукты на сумму 3000 тенге, горожане получали сертификат на такую же сумму. Строительство супермаркета началось еще в прошлом году. Общая стоимость проекта составляет 700 миллионов тенге. Торговый дом площадью в 5000 квадратных метров трудоустроит порядка 150 человек. На открытии торгового дома присутствовал и заместитель Акима Октябрьского района. Также в честь открытия представитель супермаркета подарил подарочные корзины с продуктами ветеранам, тыловикам и многодетным матерям Октябрьского района. В супермаркете представлены товары со скидкой от 10 до 50 процентов и организованы социальные павильоны. А в торговом доме созданы все условия для отдыха и проведения досуга с друзьями. Местные жители обрадовались открытию этого супермаркета. Цены приемлемы, товары хорошие. Очень рады все. Ну все, спасибо. Мой кудурки открыть новый супермаркет реальный. Нам это очень удобно, потому что мы вот здесь сейчас живем. Там цены хорошие, низкие. Для ребенка тоже раздали шарики, брошюрки. Теперь вот сюда будем ходить. Очень даже удобно. Я живу в этом районе. Сегодня пришли на открытие торгового дома. Здесь очень хорошо приемлемые цены в супермаркете. Есть развлекательные комнаты для детей. Спасибо всем за такой подарок нашему району. В программной статье Булашакка Багдар Рухани Жангру Нурсултан Назарбаев предложил разработать программу Туганжер. Эта программа направлена на формирование общенационального патриотизма, любви к своей земле. Туганжер – это содействие бизнесменам, чиновникам, представителям интеллигенции и молодежи. Мирамгуль Салкимбаева, Ажара Гибаева, Жаслав Макулбеков, Никита Миткин, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. С июля этого года началось введение системы обязательного медицинского страхования. Волонтеры уже с прошлого года проводят различные ознакомительные акции с населением. Уже более 90% населения определили свой статус в поликлиниках, отметили медицинские работники. Волонтеры с ноября месяца проводят акции, информируя население, об обязательном медицинском страховании. И в минувшую субботу студенты медицинского колледжа вместе с преподавателем перед супермаркетом «Норма» раздавали листовки с информацией о медицинском страховании. Многие уже знают, что начиная с 2017 года была внедрена система обязательного медицинского страхования. Естественно, конечно, до этого проводилась очень большая работа. У нас специально была акция, начиная с ноября 2016 года, включая до 2017 года, включительно в данное время. За это время, конечно, мы работали как волонтеры с населением, с медицинским персоналом, с больницами. Отчисления работодателей, индивидуальных предпринимателей и других граждан стали поступать уже с 1 июля, хотя деятельность фонда начнется только в январе 2018 года. Тогда же будут начисляться взносы социально уязвимого слоя населения, которые смогут получать медицинскую помощь по программе обязательного медицинского страхования. А вот мнения карагандинцев разделились. Повлияют ли наши отчисления, которые мы зарабатываем столько лет, повлияют ли они на это качество? Очень хотелось бы, конечно, чтобы действительно качество наших услуг было намного лучше, намного выше. Хотелось бы, чтобы наши специалисты были более грамотные. Просто мы надеемся, что наши деньги пойдут в надежные, именно в нужные руки, именно на наше медицинское страхование. Медицина сейчас в упадке. И я, допустим, не знаю, будет это хорошо или плохо, я не могу сказать. Если будут соблюдаться все, как положено, всеми, то, наверное, должно быть лучше. В больницах за счет отчислений из фонда будет усилена материально-техническая база. Лечебные учреждения будут поэтапно закупать новейшие оборудования. Также будет снижена нагрузка на врачей. Если сейчас к одному специалисту прикреплено до 2500 человек, то после внедрения программы эта цифра снизится до 1500. Таким образом, в поликлиниках уменьшатся многочасовые очереди, заявили медицинские сотрудники. К слову, конкуренцию к государственным больницам составят частные клиники, которые по страховке будут лечить население. В селе Жумыскер щетского района по инициативе местной молодежи был впервые организован День села. Поддержали проект населения сельского округа и предприниматели. В ходе мероприятия были организованы национальные игры, представлена концертная программа местного творческого коллектива. Идейный проект щетской молодежи стал реальным благодаря программе президента Туранжир. Концертное шоу планирует призвать молодежь жить в селе, увеличивая число инвестиций и улучшать положение местности. В ходе программы День села были организованы соревнования по Казах-Куресе, а Сыгату также определены самые сильные по подниманию гирей и штанги. Также в передвижном музее для местной публики были выставлены исторические экспонаты музея Жумыскер. Помимо этого была организована ярмарка, придавшая торжеству масштабную тематику. Идейный проект, инициированный молодежью, как считает общественный деятель Касымбек Медиев, хорошее начало, который станет примером для подрастающего поколения. День наула проводится здесь, потому что это отличается в Шетском районе. Это село считается самой лучшей, самой работоспособной. Люди отсюда не уезжают, наоборот, здесь строят. По словам Касымбеката из этого села вышло много квалифицированных специалистов, которые трудятся во благо государства. И это новшество, возрожденное в этом селе, по его мнению, будет продолжаться далее. Данные мероприятия организовываются сельчанами, местными властями и предпринимателем Муратом Жадаевым. Стоит отметить, что бизнесмен уже построил в селе мечеть на собственные средства. Сейчас в многих местах молодежь не знает, чем заняться. Курят, пьют, употребляют наркотики. А мы не хотим, чтобы такое было и в нашем районе. И чтобы не было ошибок со стороны молодежи, мы организуем такие мероприятия. Местная молодежь планирует создать свой фонд и оказывать поддержку селу самостоятельно. Мы хотим создать фонд, будем делать все для села, повышать тут условия для жизни. Дороги, спортивные объекты, детские площадки и многое другое. Мы, молодежь села, совместно с местными властями будем делать все для повышения уровня жизни в селе. Ведь это наша местность, и мы здесь живем. А также хотим призвать всех сюда. На спортивном состязании по национальным играм были определены три места. Призового жеребца выиграл борец Ерсын Мухамеджан из Каркаролинска. Отметим, из села Жумаскер вышли общественные деятели и трудовики. Даже нынешняя молодежь сельского округа отличается своей активностью и патриотизмом. Теперь же День села при поддержке местных предпринимателей и активистов будет отмечаться каждую первую субботу июля традиционно. Жители шахтерской столицы посетили бесплатный концерт хора турецкого. В программе, которая называется «Праздник песни», были и проверенные временем хиты, а также артисты спели композицию «Мой Казахстан», что, безусловно, обрадовало карагандинскую публику. Концерт проходил под открытым небом на набережной Центрального парка. Легендарная команда музыкантов радовала карагандинцев народными песнями и современными произведениями. Мне нравится, отлично, молодцы ребята, стараются. Вообще хор турецкого нравится? Конечно, это такие голоса неподражаемые. Молодцы, когда они приезжают в Караганду, мы всегда посещаем этот концерт. Замечательная группа, ее просто невозможно не знать. Замечательное настроение, все нравится. Вообще хор турецкого слушается? Конечно. Давно знаете о них? Конечно, мы же и кровесники почти. На этот раз хор турецкого приготовил для карагандинцев уникальный формат концертной программы. Артисты спели перед несколькими тысячами жителей и гостей города композицию «Мой Казахстан». Зрители с удовольствием подпевали музыкантам, аплодировали им и вместе танцевали. Строение хорошее, концерт очень нравится. Мы специально сюда пришли, чтобы послужить хор турецком. Такое нечасто бывает. Тем более в нашем городе и в Казахстане, когда такие люди приезжают к нам. Очень понравился, супер, отлично. Спасибо организаторам, отличное мероприятие. Хор турецком давно, мэри, слушаете? Давно, знаю, слушаю. А как ваше настроение? Замечательно. Нравится вообще коллектив? Конечно. В караоке-концерт «Праздники песни» проходит в рамках тура коллектива по 10 городам Казахстана. В этом году артисты уже порадовали Астану, Алматы, Шимкент и впервые устроили настоящий фурор. В Узкоминогорске, Павлодаре, Шимкенте и Семее. А сердце Замбаева, Марат Культенов, Первый Карагандинский. В матче 20-го тура премьер-лиги карагандинский «Шахтер» переиграл кукшиталский «Охжитпес» со счетом 1-0. Единственный гол на 13-й минуте встречи забил словацкий полузащитник Юлиус Зоке. Теперь у «Шахтера» 21 очко и шестое место в турнирной таблице. «Охжитпес» остается на 9-м месте с 18 очками. Игра состоялась на главном стадионе Караганды. Эта победа нужна была обоим командам, поэтому игра была очень напряженной. После свистка судьи футбольная команда «Шахтер» сразу же приступила к нападению. В результате на 13-й минуте встречи словацкий полузащитник Юлиус Зоке забил первый и единственный гол. После чего команда держала защиту, так как «Охжитпес» не хотели сдаваться и продолжали бороться за победу. Но все безрезультатно. В текущем сезоне «Шахтер» обыграла «Охжитпес» уже дважды. Первая игра прошла на стадионе «Астана-Арена», где счет составил 2-0. На сегодня команда имеет 21 очко и в турнирной таблице на седьмом месте. Следующая игра пройдет в Павлодаре с футбольным клубом «Иртыш». Игра состоится 23 июля. В завершении выпуска еще об одном. В ночь с 18 на 19 июля вода будет подаваться с повышенной дозой хлора в связи с проведением профилактической дезинфекции водопроводных сетей ТО «Караганды-Су». Для эффективности проведения дезинфекции просьба активно пользоваться водой для бытовых нужд. Однако не рекомендуется использовать воду для питьевых потребностей и приготовления пищи. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Волгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова